всем большой и пламенный привет разбираем сегодня домашние покупки техника вещи для атмосферы и уюта и спорт вот эта покупка была навеяна одним таким немного давящим чувством это знаете когда чувствуете незавершенность действия и это чувство давит помните мы вместе с вами тестировали беспроводные наушники они меня и до сих пор устраивают особенно для тех задач которые они должны покрывать за исключением того что у них слабый микрофон при записи видео на смартфон микрофон в этой связке не работает а мне так хочется использовать беспроводные наушники в качестве микрофона для записи видео и вот это чувство плюс женское любопытство натолкнуло меня просто посмотреть одним глазком что есть сейчас в наличии какие-то модели новые появились увидела дизайн характеристики в которых имелось еще и шумоподавление микрофона в наушниках и думаю это о новом давайте оценим беспроводные наушники сабот версии и 12 это затычки они очень стильно выглядят в комплекте есть ряд силиконовых вкладышей под любое ухо чтобы они там плотно фиксировались мне кстати подошла первая парам цена и характеристики по некоторым параметрам превосходят galaxy buds и airpods 2 в том числе по времени прослушивания плюс беспроводная зарядка для кейса и плюс водонепроницаемость беспроводных наушников бокс зарядки компактный с магнитными прочными держателями емкость аккумулятора составляет 750 миллиампер час хватает на 4 полных заряда наушников как только наушники попадают в футляр начинается зарядка сама гарнитура подключается автоматически и полная зарядка достигается за час двадцать минут емкость аккумуляторных наушников 60 миллиампер час что по длительности прослушивания и разговора дает до 6 8 часов использования непрерывно внутри наушников интегрирована микросхема интеллектуального шумоподавления и от ветра в том числе работает как программная функция шумоподавления ну как в редакторе аудио которое происходит в режиме реального времени в результате получается высокое качество без потерь за счет фильтрации шумов что касается качество звучания в гарнитуре установлены 10 миллиметровый динамический кольцевой чипсет из биоволокнистой бумаги что позволяет хорошо работать низким средним и высоким частотам благодаря сертифицированной в японии хайрис аудио микросхеме институты Продолжим наше тестирование и мне все-таки хочется сравнить их по звучанию с проводными стерео наушниками. Звук там глубже, объемнее, чище и приятнее. Но в сегменте беспроводного звучания сабот на уровне с лидерами рынка. Наушники садятся комфортно. По ощущениям они незаметны в носке за счет малого веса. И более того, за счет вариатива глянцевых оттенков они могут стать стильным аксессуаром. За счет Bluetooth 5.0 скорость передачи в результате в разы выше и расстояние передачи достигает до 10 метров. Проверим? Следующий тест на дальность звучания наушников. И пошли. А телефон я оставлю вот здесь на травке. Наша точка отсчета. Уходим? Уходим? Редактор субтитров А.Семкин. Ммм, связь потеряна. А теперь проверим, насколько интимно вы будете наедине со своей музыкой. Услышит ли ее кто-то еще, кроме вас, находясь рядом? Наушники отлично подходят для активных занятий спортом. И даже если потом вы о них забудете и пойдете в душ, случайно их намочите, они продолжат свою работу, так как у них есть водонепроницаемая защита. И мне очень нравится, что они крепко держатся в ухе, при этом мягко и не давят. И рукой вы их случайно не заденете, благодаря форме затычки. Наушник просто сливается с ушной раковиной. В применении наушники просты. Их функциональная кнопка посередине гарнитура позволяет переключать песни, ставить на паузу, возвращаться к предыдущей мелодии и регулировать громкость. Подключить наушники можно ко всем устройствам, поддерживающим функцию Bluetooth. Ну что, а сейчас мы пишем звук на микрофон смартфона. Как меня слышно? Теперь все то же самое, но через микрофон наушником. Но если я сейчас положу телефон, наушник не будет записывать, потому что звук сейчас пишется через смартфон. Прекрасный звук. Привет! Как вы меня слышите? Я думаю, что если я вот так приближусь, то, конечно же, лучше, что доказывает, что микрофон записывает смартфон. Ну, еще один тест. Я отойду подальше, чтобы наверняка убедиться в том, записывает ли звук через наушник. Или это все-таки смартфон записывает. Ну, пошли. Я отхожу. Надеюсь, я здесь не нашла. Пиццу с базиликовой начинкой. И так, как было слышно. Смотрела видеообзор сравнения качества звучания беспроводных наушников. В тесте участвовали наушники Sabat E12, AirPods и Galaxy Buds. И Sabat там не уступал в звучании громкости и частоте воспроизведения звука. Но все же эти наушники на максимальной громкости выдавали звенящие высокие. Но на 90% громкости этот эффект уходил. Звучат они достаточно громко, поэтому даже максимум не потребуется. Где-то уже на 50% звучания они хорошо перекрывают уличные звуки. А теперь объективные выводы. Как беспроводные, удобные, надежно зафиксированные в ухе, комфортные в длительном ношении наушники – отлично. Плюс цена-качество. Как гарнитура для телефонного общения – средняя. А так звучит голос во время телефонного разговора через микрофон гарнитуры беспроводной. Как микрофон для записи видео со смартфона, все же придется взять петличку или проводные наушники с микрофоном. Еще из музыкальных технических новинок – акустические колонки, созданные на лазерном оборудовании в звуковой безэховой камере. Лаконичный внешний вид будет комплементарен к любому интерьеру. Регулировка громкости и кнопка питания прорезинены и расположены незаметно на боковой грани правого спикера. 77-миллиметровые 12-ваттные динамики с технологией активного сжатия динамического диапазона обеспечивают детализированный чистый звук. Низкие частоты акустика не воспроизводит, но средние и высокие на хорошем уровне. Колонки дают объемный чистый звук, но обратите внимание, что у них нет разъема под наушники. Давайте просто послушаем вместе качество звука. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Для спортивных развлечений, велосипеда, самоката, для удобства и комфорта рук присмотрела сенсорные спортивные перчатки. Субтитры создавал DimaTorzok Сенсорные спортивные перчатки яркого неонового цвета. Они легкие, дышащие, не скользят в области ладоней. В этой части они сделаны из замшевой ткани с амортизирующими вставками, уберегающими ладони от неприятного ощущения в руках во время езды по кочкам. Осетчатые вставки не позволят рукам потеть. Для удобства на двух пальцах есть сенсорные вставки, позволяющие коммуницировать со смартфоном оперативно. А запястья фиксируются и регулируются, поэтому в перчатках максимально удобно, комфортно, они совсем не ощущаются. При этом ваши руки защищены. Перчатки мягкие и эластичные, поверхность приятная на ощупь из абсорбирующего материала. Для уюта и тепла поторопила прохладное лето заказать домашние теплые тапочки. Они с толстой, не скользящей подошвой. А теплая клетчатая расцветка согревает ощущением уюта, такого теплого какао, пледа и комедии. Хлопковые тапочки с внутренним комбинированным ворсовым утеплителем, экологичного материала, вторичной переработки. Он мягкий, эластичный, не пористый и износостойкий. Желаю вам удачных покупок, отвечающих и превосходящих ваши ожидания. Субтитры сделал DimaTorzok